Хороший. Последнее, что он слышал, засыпая под наркозом, свое новое имя, Дэнди. Какое красивое, подумал пес, закрывая глаза. Это ж так здорово, когда у тебя есть и имя, и новые друзья, которые не предадут, не обидят и больше никогда не расстреляют. Нужно было оценить, действительно ли пуля, которого мы видим, он ее не проглотил, не скушал, потому что мы ее видим, то, что она есть в брюшной полости, но конкретно где, нам нужно было понять спустя время. В ходе операции выяснилось, что никаких пуль Дэнди не глотал, и ни одна из них жизненно важных органов не повредила. Достаем пулю. Она у нас в жировых структурах, застряла в сальнике. Надеюсь и знаю, что у нас все будет хорошо и у нас все получится. Вердикт хирурга неутешителен. В добродушного и ласкового пса выпустили семь пуль. У него переломаны и изрезаны лапы, гематомы на глазах. Его расстреливали, расстреливали прям целенаправленно. Помимо того, что его расстреливали, еще и сломали лапки, повредили глазик. И порезанные мягкие ткани на лапках, соответственно, еще и пытались, может быть, его и зарезать. Но чувствуют себя, песика назвали Дэнди очень хорошо. Выписали его с клиники. Не бойся, все ребятки дружные у нас. Выписать-то выписали, но кто и зачем пытался уничтожить безобидного пса в одном из парков, пока остается загадкой. Известно лишь, что пожилая пара нашла его в коробке. Напуганную собаку сначала забрали сотрудники велопроката, потом волонтеры, доставившие израненное животное в зооприют. У него ножевые ранения на лапе, у него сломана лапа в двух местах, у него два было открытых следа от пули. Все это досталось одной маленькой собаке весом в три килограмма. За что? Непонятно. Кто это сделал? Очень хотелось бы найти этих людей. Очень хотелось бы, чтобы они за это ответили. Делом Дэнди сейчас занимаются в Госдуме. Уже направлены заявления в полицию. Та начала проверку. Готовится депутатский запрос в прокуратуру и МВД, чтобы расследование было максимально тщательным, а преступникам было неповадно. Но слава богу, есть сейчас реальные сроки, которые дают, причем большие сроки, более трех лет лишения свободы живодерам. Эти инциденты, они продолжают случаться. Тот, кто не понес наказание за жестокое обращение с животными, потом совершает преступление в отношении граждан. Это правило не знает исключения. Переживают все. Сколько людей тебе помогает. Дэнди, отойдя после наркоза, привыкает к своей новой прическе с залысинами на местах ранений. Да что там залысины? Это ж просто мелочи, когда в ожидании друга можно с любовью вглядываться в добрые лица и верить, что все они человеческие. Андрей Булычев, ТВ-центр.